Всем привет! Сегодня расскажу о лайфхаке, который я унес с мастер-класса Роза Кеннеди. Это один из интереснейших и полезнейших для меня лайфхаков. Касается напряжения. Мы много говорили о напряжении и зажимах на данном канале, но есть еще важные нюансы, которые стоят того, чтобы снять о них видео, как мне кажется. Так вот, данная фишка, данный аспект касается, в принципе, всех звуков, но наиболее часто он проявляется при работе с интенсивными, громкими, какими-то сложными звуками. Если мы берем какой-то сложный звук, требующий от нас больше, чем обычно, нагрузки, то есть вероятность, что если мы эту нагрузку неправильно распределим, мы зажмемся. Возьмем, для примера, реттл. Чтобы не произошло лишних зажимов, лишнего напряжения, очевидно, что для этого звука нужно больше энергии, чем для обычного голосового звука. Так вот, чтобы избежать лишнего напряжения, которое может образоваться сзади шеи, вот на этих мышцах, в плечах, все это приводит к зажиму мышц около гортани и зажиму самих голосовых связок, чтобы это напряжение, в принципе, не встретить. Допустим, на таком для меня это достаточно агрессивный энергозатратный звук. Что мы делаем? Фишка в чем? Напряжение вызывает сжатие, зажимы, спазмы. И эти спазмы, они не могут существовать вместе с движением. То есть, если мои пальцы спазмированы, видно тут, да, я не могу ими нормально двигать. Если же я начну активное движение, то спазмы, если они есть, они уходят. Что касается... Что касается Ретла, то для того, чтобы он, в принципе, проявился, нужно задействовать аретиноиды, это хрящи в глотке. Еееее! Именно они дают этот звук. Но, чтобы мне нагрузку положить именно на аретиноиды и не вмешать остальное, что может вмешаться в этой зоне, в принципе, много мышц, они могут вмешаться и зажать меня, я возьму и буду двигать вот так. Я буду выглядеть как идиот, но мне похрен, потому что результат будет стоящий. Так вот, я двигаю плечами и двигаю головой, шеей. Легко, аккуратно, но все же двигаю для того, чтобы не позволить мышцам спазмироваться и зажаться. Еееее! Еееее! Еее! И это позволяет мне увести нагрузку именно на аретиноиды, не зажав мышцы. Для получения Ретла мне нужна еще опора, тванг, слегка поднятая гортань и такой звук типа карканье. Карк! Карк! Но если я делаю все эти настройки для Ретла и зажимаю верхнюю часть шеи и плечей, то вся моя энергия просто уходит на зажимы и я ее использую не на пользу звуку, а наоборот во вред себе. Это же может касаться, например, белтинга. Если для вас он является более затратным звуком, можно совместить любой сложный для вас звук с вот таким движением, для того, чтобы вы могли проверить, зажимаете ли вы себя и блокируете ли вы звук на этих мышцах. Потому что они, если они включатся, они вам всю малину испортят, вставят все палки в ваши колеса и вообще ничего не получится. Поэтому очень важно понимать эту штуку, даже работая с любыми звуками. Э-э-э-э-э-эй! То есть фактически нам нужно любое звукоизвлечение соединить с расслабленным чувством в верхней части тела. Да, мы говорили об этом, но немного в другом контексте. Мы говорили об освобождении корня языка, в принципе, об общем комфорте. Но иногда сложно сохранить общий комфорт, работая с агрессивными звуками, которые требуют больше энергии, больше работы, больше активности. Иногда это активность и энергия, которую бросят эти звуки. Фигом бьется с комфортом. И в таком случае главная задача в том, как правильно распределить энергию и как не увести эту энергию просто на зажим голоса. Короче, чтобы этого избежать, нам нужно совместить любое звукоизвлечение со свободой в верхней части тела. Такой лайфхак на сегодня. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok